всем привет вы на канале магазина пряжи вязаные меня зовут мария сегодня расскажу вам о пряже от турецкой фирмы на к которая называется супер инджи именно так правильно произносится это название буква вот это c произносится в турецком как даже и переводится она как супер жемчуг у этой пряжи есть еще несколько разновидностей есть супер инжи на рын про которую я уже снимала видео эта ниточка более тонкая есть супер инжи хит она более толстая и у нее есть разные вариации по цветам твидовые расцветки жаккардовые однотонные но в этом видео мы будем говорить именно об этой нити и еще я ее сравнился аналогом с одним по составу это облегченная шерсть 25 процентов ее здесь и 75 процентов акрила моточек весит 100 грамм длина нити в нем 260 метров спицы рекомендуют для вязания номер 4 4 с половиной и крючок номер 2 теперь давайте посмотрим на ниточку вот такая она ровненькая имеет однородную структуру отдельные витки почти не видно состоит она из четырех отдельных ниточек но скрутка упругая плотная поэтому их не удается просто так разъединить раскрутить нить при вязании ниточка не расслаивается и работать с ней комфортно толщина у нее средняя она имеет умеренную пружинистость крепкая то есть по самой нити уже можно сказать что в полотне она должна хорошо держать форму имеет легкий едва заметный ворсик заметен жемчужный блеск про который производитель говорит в названии и вот так маточки она выглядит тоже немножко переливается таким мягким приятным блеском образец спицами мы связали на спицах номер 3 меньше чем рекомендует производитель но я думаю что 4 4 с половиной это для очень плотно вяжущих и если вы хотите получить такое свободное воздушное совсем полотно а так 3 3 с половиной это оптимальный инструмент для средней плотности вязания и связали мы первый образец вот таким мелко фактурным узором узорчика несмотря на свою простоту виден хорошо потому что блеск подчеркивает его и полотно играет тенями разными петельки ложится аккуратно нить однородно краям у нас платочная вязка форму хорошо держит образец как в ширину так и в длину то есть изделие не должно вытягиваться и крючком мы тоже связали образец но на мой взгляд не очень удачно подобран узор поэтому я даже не стала вешать на него шапку но все равно вам покажу его здесь вот такие веерочки но это больше узор все-таки для летней нити потому что он с отверстиями он легкий вам продуваемый и нить в таком узоре немного потерялась петли лежат плотно друг другу как в любой вязки крючком и они сливаются и узор смотрится смазанным но несмотря на это ниточка в крючке ведет себя послушно петли ровные если выбрать какой-то плотный узор без отверстий на основе столбиков я думаю что в изделии это будет уместно блеск не ушел никуда ниточка его сохранила даже при плотном вязании и я вам покажу платье из этой пряжи она мне очень нравится она просто шикарная я его уже выкладывал в инстаграме там вы сможете посмотреть на него целиком потому что она длинная у него 46 размер и она примерно по колено на это платье ушло 7 мотков и связано она на спицах номер 3 25 на него будет отдельный мастер-класс он пока не готов когда он будет готов я прикреплю ссылку на него горло отделано резинкой и вот так себя ведет резинка она хорошо держит форму не могу сказать что очень эластичная она больше стремится держать первоначальную форму узоры четкие и лицевая гладь отчетливо и косичка вот здесь у нас петли с перекрещенным основанием вот так ниточка ложится в полотно я в это в платье влюбилась просто я его уже одевала и могу сказать что нить несмотря на облегченный состав в полотне греет и даже в морозную погоду несмотря на то что колени открыты в этом платье тепло и очень комфортно вот так отделан низ платья я думаю что скатываться нить особенно не должна в изделии это видно по полотну оно такое добротное и уже при первой носке у меня сложилось впечатление что ниточку будет долговечной если кто-то вязала из нее вещи и уже носит долгое время то напишите как она себя в носке ведет по колкости у меня кожа не чувствительная и я ношу это платье на голое тело мне она абсолютно не колется скорее всего для большинства она тоже не будет колодца потому что состав у нее мягкий всего 25 процентов шерсти то есть минимальный процент для того чтобы изделие было теплым остальная составляющая это акрил акрил это гипоаллергенное волокно если вам такая ниточка колется то можно сказать что у вас чувствительная кожа сама по себе ниточка мягкая но она плотная у нее плотная структура но немного смягчается еще после стирки стирка также не дала никакой вытяжки хоть это изделие объемное целых семь мотков на него ушло форма осталась прежней и покажу вам рядом две нити супер инжи про которую мы сегодня говорим и супер инжи нарын про которую я уже снимала обзор я вам обещала показать изделие вот из этой пряжи и мы его связали супер инжи нарын отличается толщиной у нее в 100 граммовом моточке 540 метров то есть ниточка тоньше она скручена из трех волокон и вот так отличается по толщине и по ощущениям она более пластичная менее упругая скрутку у нее она помягче и не такая устойчивая то есть она в руках стремится вот так опасть когда ее держу и из этой нити мы связали палантин вот таким красивым узором с шишечками я хочу вам показать его для того чтобы вы сравнили эффект от этих двух нитей посмотрите как выглядит платье и как палантин платье оно такое плотненькое устойчивое и палантин не спадающий легкий то есть толщина нити дает совсем другой эффект супер инжи больше подходит для классических изделий для пулловеров шапок кофт а супер инжи нарын для облегченных таких воздушных легких и из аналогов самая близкая по толщине по составу к этой нити турецкая пряжа фирмы alize superlana classic у нее тоже составе 25 процентов шерсти и 75 процентов акрила метраж у нее немного больше 280 метров в мотке но в целом ниточки очень похожи даже по толщине superlana classic скручена из трех нитей и скрутку у нее более воздушная более легкая свободная ниточка немного пластичнее по толщине они похожи по блеску по ворсистости но в полотне все же есть разница это детский капор из пряжи superlana classic и на ощупь она более пластичная и немного нежнее чем супер инжи супер инжи производит впечатление более плотной нити superlana classic имеет немного более шелковистый эффект она мягче ложится потому что у нее больше воздуха в структуре и она более податлива в этом плане палитра у этой пряжи очень красивая я уверена что вам понравится потому что цвета здесь на любой вкус практически они скромные но при этом они благородные с легким блеском и они очень легко сочетаются со всей другой одеждой потому что они не броски и такая умеренность цветах делают эту ниточку изысканной нежной но также из нее можно вязать и мужские изделия потому что палитра вы сейчас увидите универсальная цвета мягкие и приятные глазу когда на них смотришь прямо отдыхаешь то есть такие уютные уютные универсальные оттенки 23 339 219 221 63 83 30 79 17 29 вот группа мужских оттенков посмотрите какие благородные 1367 23 546 193 вот эти это мои любимые оттенки они просто волшебные 10 268 405 нежная оливочка и 1199 вот яркие оттенки но при этом посмотрите как они выглядят скромно и без излишеств 45 69 11 227 28 07 66 84 517 10 469 ну что скажите понравились вам цвета это еще не все цвета я выбрала самые основные на сайте вся палитра представлена так что заходите обязательно на наш сайт подписывайтесь на канал потому что дальше я буду снимать много видео по вашим запросам сравнивать между собой разные виды пряжи показывать вам изделия расскажите какое у вас впечатление об этой нити сложилось если вы с ней знакомы и увидимся с вами в следующих видео всем пока